С сегодняшнего дня в Московской области начал действовать новый пакет ограничений, направленных на противодействие ковида. В ресторан теперь пускают только гостей с QR-кодом, а посещать торговый центр снова можно исключительно в масках и перчатках. За соблюдением этих правил следят специалисты Роспотребнадзора и Управления потребительского рынка. Причем проверят не только посетителей, а именно предприятия торговли. Как руководители и персонал заботятся о безопасности своих клиентов. Сегодня была проверка торгового центра, в частности ИП Ермолаевой НВ. Выявлены нарушения соблюдения масочного режима, разметка. Сотрудниками учреждения не ведутся измерения температуры. Фильтр журнала не представлен. Последняя запись февраль 2020 года. Ну и также у их арендаторов соответствующее нарушение. Следующей точкой проверки стало кафе. Здесь маски, антисептики и перчатки были в наличии. Посетители рассаживают в соответствии с новыми требованиями. Не хватало только разделительной ленты, но это упущение администрация ресторана быстро исправила. Мы проверили и сетевые магазины, и сетевые центры, и проверили общий ПИД. В целом, будем говорить, в целом соблюдается все. Но есть некоторые моменты, которые связаны с организационными вопросами, с документальностью, с документацией непосредственно на объектах. Ну и плюс ко всем прочему, так сказать, есть категория людей, которые, так сказать, ну не приемлют всем, так сказать, законам, которые выпускаются и губернатором, и, соответственно, президентом, и всеми, кто может, игнорируют. Но в большей степени люди, так сказать, уже, так сказать, осознают последствия всех этих дел и, соответственно, принимают правильные решения. Если проверки будут продолжаться, я думаю, что постепенно, постепенно и люди сами придут к тому, что это надо. Ну и, соответственно, те, кто на торговых объектах будут требовать то, что требуют от них. Тогда все у нас получится. По данным только этого рейда выявлено шесть нарушений. Все это отображено в протоколах осмотра. За документами предстоит ознакомиться руководителем организации нарушителей, а затем назначить штрафные санкции. Устранить недочеты необходимо в кратчайшие сроки, иначе снова не избежать денежных взысканий. Нарушители могут обязать приостановить деятельность на 90 дней. Такие проверки теперь будут проводиться регулярно. Камила Клиновская, Константин Химичев, Первом и Тищенский.